Коворкинг. Буквально еще лет пять назад это слово не сказала бы практически ничего большей части россиян. Сегодня же коворкинги приходят на смену стандартным привычным офисам. А их резидентами становятся не только фрилансеры, но и целые крупные компании. Считается, что возможно просто офисный рынок на пару столетий задержался. Ну как на пару столетий? Даже в конце 19 века это еще происходило. И что на сегодняшний день потихонечку люди осознали, что не надо арендовать площадь, ее ремонтировать, мобилировать, покупать технику, думать о кофе, чае, вай-фае. Все это тебе делает компания. То есть коворкинги становятся чем-то средним между офисом и гостиницей. Абонементы бывают на день, ночь, сутки или месяц. В Петербурге первый коворкинг появился приблизительно пять лет назад. Сегодня их 25. Мы считали, что в среднем услугами коворкинга пользуются порядка 20 тысяч человек в Санкт-Петербурге. И с каждым годом это количество растет, потому что увеличивается количество коворкингов. Только в этом квартале было открыто два новых коворкинга. Один из них открылся рядом с нами. И мы ждем нового притока резидентов и к нам в том числе. И это неудивительно, потому что развивающиеся стартапы имеют возможность расширения. Гибкость открытого пространства позволяет офису расти прямо пропорционально проекту. Нет необходимости все перестраивать и ждать окончания ремонта. Коворкинг находят друзей и партнеров прямо в офисе. Отдельно бонусом они называют саму атмосферу. Во-первых, это современно. Это значит, что здесь очень вообще сам коворкинг, он современный. Очень классная атмосфера, интерьер. Это просто приятно, приходить в красивое место, во-первых. Во-вторых, очень круто, что все те, кто сюда приходят, они тоже классные. Это тоже люди, которые на какой-то своей волне. Очень приятно общаться. Ты приходишь в коридор, можно поговорить, узнать, что-то новое, завести интересное знакомство. Самым современным в стране считается коворкинг в Бергольд-центре. Но совсем скоро этот титул может забрать новый проект этой же команды в строящемся общественном пространстве на Васильевском острове. Здесь мы продолжим нашпиговывать технологиями наш коворкинг. К уже существующим вещам в виде смарт-стекол, в виде системы ароматизации офисов, в виде раздельных климат-контролев, смарт-столов. Мы добавим столы с электроногами. Здесь мы добавим модульное освещение, которое будет меняться автоматически в зависимости от освещенности. Соответственно, это будет холодный спектр, это будет теплый спектр. Причем сам коворкинг займет верхние этажи. А с нулевого до третьего разместятся спортивный клуб, образовательный центр, а также кафе и разные салоны. Антон Никитин, Артем Ставецкий, Максим Лисицын, Федор Курбатов. Телеканал Санкт-Петербург.